Огонь в ответ это тоже нарушение Минских соглашений? Такое заявление сделал представитель мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук. Реакция западных лидеров не заставила себя ждать. Высказался и украинский президент. О том, как видят новое школьное перемирие на Донбассе, в ЕС и в Киеве, расскажет Елена Абрамович. Договоренности о перемирии не придерживаются обе стороны, настаивает Александр Хук. Определить, кто начал стрелять первым, трудно. Поэтому исключений в соблюдении режима тишины быть не может, заявил замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ. Наверное, неоднократно в новостях вы слышали заявление сторон. Мы не начинаем огонь, а открываем в ответ. Но ответный огонь тоже огонь. В Минских соглашениях нет ни одного положения, которое бы разрешало вести ответный огонь. Любой огонь в ответ является нарушением режима прекращения огня. И исключений здесь нет. Обе стороны должны приложить больше усилий ради перемирия. С таким заявлением выступили немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон. В ход идет тяжелое вооружение. Миссия ОБСЕ сложно работать, особенно на неподконтрольных Украине территориях. Президент Петр Порошенко поддержал западных лидеров и заверил, что поручил руководство ВСУ соблюдать режим тишины. Режим припинения в огню с нагодой початку навчального року мае набути всеохоплюючого характеру, створившись приятливые умовы для просувания мирного процесса с метою відновления суверенитету та территориальной цельсности Украины. Ангела Меркель продолжила тему и во время своей пресс-конференции заверила, санкции с Россией не снимут до полного выполнения Минских соглашений. Санкции будут сняты после того, как исчезнет их причина. А причиной, особенно экономических санкций, является тот факт, что в восточной части Донбасса сложилась ситуация, когда Украина не имеет полного суверенитета над своей территорией. Ну а представителю БСЕ Александр Хук подчеркнул, главное в ситуации с Минскими соглашениями понять, что любое ведение огня должно быть полностью остановлено. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер.